Добрый день, уважаемые зрители! Мы продолжаем наши беседы с Львом Давидовичем Шпринцем о делах давно минувших дней, которые касаются созданию и развитию пауэрлифтинга сначала в Советском Союзе, а потом уже и в России. Ну, теперь давайте мы задронем одну такую тему, которая всегда вызывает много споров это создание альтернативных федераций, вот как было дело то есть мне вообще иногда смешно будет, бывает читать и слушать там рассказы людей которые в общем-то или понаслышке знают, или не были участниками или потом значительно позже приняли участие в этих движениях всех. Ну вот мы поговорили про тот период, когда создавался вообще пауэрлифтинг сначала в Советском Союзе, потом дошли до того момента, когда СССР прекратил свое существование и прекратила свое существование Федерацию пауэрлифтинга СССР и практически все права перешли к Федерации России, которую возглавлял Богачев и на него свалилось вот это вот, скажем так, счастье. Вот. Ну я не знаю, опять же, я сказал, что в предыдущем интервью, что я от общения с Богачевым довольно-таки странные впечатления оставил, но вот я не знаю, возможно он был тяжелоатлетом, все вот утверждают, что он вроде как мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, хотя я слышал и такую историю, что в общем-то, ну бывало такое в Советском Союзе, когда помогали, скажем, присвоение этих званий, я не могу это комментировать, потому что я не проверял, но такую версию я слышал, что в общем-то он функционером был всю жизнь и подобным образом как-то решал вот эти вопросы. Что-нибудь вы слышали об этом? Да, конечно, я, ну и в первую очередь я должен сказать, я не должен восстановить историческую справедливость, потому что основным источником по истории пауэролифтинга в СССР и в России является фундаментальный труд Бориса Ивановича Шойко в пауэролифтинге. И вот там, мне кажется, допущена одна очень принципиальная ошибка, потому что отчитывать историю пауэролифтинга в России Борис Иванович начинает с Богачева непосредственно. Вот, это на самом деле, мягко говоря... Ну его можно понять, когда он это писал, он был в общем-то членом президиума. Да, но тем не менее мы с вами не являемся членами президиума ни одной из федераций, поэтому мы вполне, вполне мы можем восстановить эту историческую справедливость. А она заключается в том, что первым председателем федерации пауэролифтинга СССР был Андрей Самойлов. Да, да. Вот, и он, значит, в то время был чиновником госкому спорту, как это полагается, и по разнарядке его, значит, бросили на новый вид спорта пауэролифтинга. Он занял там свое место и стал по президентам федерации пауэролифтинга СССР. То есть вот от него нужно ввести отчет. А потом, как Николай уже сказал, борозды правления автоматически перешли к председателю федерации силового трибория РСФСР, Российской Социалистической Федеративной Республики, к Владимиру Васильевичу Богачеву. Вот, и, ну, в данном случае разговора идет не о Богачеве, потому что мы о нем немножко поговорили, может быть, будем говорить еще. А речь идет, будет идти о Самойлове. Самойлов, как я уже говорил, он по плоти своей чиновник, чиновник спортивного ведра. Он так же, как и Богачев. Так же, как и Богачев. В принципе, в этом отношении между ними отличий я никаких не вижу. Но когда Самойлов остался не удел, то, естественно, его навыки, его сущность стремилась каким-то образом удовлетвориться, войти в новое русло. И тут, значит, между нами прошел такой разговор. А я должен сказать, что в то время, о котором мы сейчас говорим, я исполнял должность ответственного секретаря Федерации паролитинга СССР. И однажды, это было еще до того разговора, в каком-то частном разговоре с Самойловым, он меня спросил, какие федерации паролитинга существуют в мире. Потому что уже тогда нас доходило, что ИПФ это не единственная федерация. Я ему рассказал то, что я знал на тот момент о различных мировых федерациях и в конце добавил, что лично мне больше всего нравится ВДФПФ, бездопинговая федерация. Он меня выслушал по поводу ВДФПФ и сказал, Лев Давидович, вы мне ничего не говорили, а я ничего про нее не слышал. Ну, тема была закрыта. И совершенно неожиданно после того, как Самойлов остался, не уйдет, он меня нашел, вызвал и говорит, Лев Давидович, помните, вы говорили про какую-то альтернативную федерацию? Я говорю, вы ВДФПФ что ли? Он говорит, ну да, вроде это. Я говорю, ну да. А что, как, у вас есть какие-то там адреса, там, явки? Пароли явки. Пароли явки. А я уже тогда был в переписке с Международной Федерацией, в частной переписке, потому что меня эта тема бездопингового парольфинга тогда интересовала. Я говорю, да, конечно, я знаю, ну, в смысле, и президент, и все. А он говорит, а давайте мы с вами организуем федерацию парольфинга свободного от допинга в России. Фу, я говорю, обеими руками. Причем, причем, при этом он делал такие широкие жесты, он заявил, что у него есть спонсор, что если мы организуем федерацию, то спонсор полностью обеспечит наше существование как федерации, в том числе и выезды на международные соревнования. Что мы с вами, Лев Давидович, будем ездить. Ну, кстати, я за три маленькую ремарку, а ведь он, оказывается, одновременно с этим также интересовался и вел переговоры с ВПЦ всемирной, как выясняется. Не знаю, не знаю. И, в принципе, ВПЦ тоже его считает, ну, скажем так, одним из тех, кто начал первым поднимать эту тему. Так что он, в принципе, интересовался альтернативой. Насколько я помню, даже потом, когда мы уже зарегистрировали впервые федерацию для проведения соревнований ВПЦ, это был февраль, 2 февраля была зарегистрирована общественная организация, 6 учредителей там были. Я, Николай Виткевич, Юрий Устинов, Сергей Попов, Владимир Кравцов, Карпов и Чесноков. В принципе, документы до сих пор там можно в интернете найти. Да, в общем-то, юридическое лицо это и живо, хотя его теперь перерегистрировали для других, скажем, дел. Ну, это тема отдельного разговора. Но, во всяком случае, было это создано. И в том числе мы одно время приняли решение, чтобы почетным президентом был Самойлов. Именно вот этой вот федерации. Николай, да у меня немножко другие сведения о том, как происходило на самом деле. Поэтому давай я сейчас расскажу свою версию, а подписчики твоего канала могут сделать самостоятельные выводы и решить, чья версия имеет больше права на существование. Дело в том, что после того, как мы с Самойловым зарегистрировали Российскую Федерацию Пары Лифтинга Свободные от Допинга и начали деятельность свою, произошло следующее событие. На одном из выездов на чемпионаты мира ВДФПФ, на которые мне пришлось, вопреки обещаниям Самойлову, выезжать за собственные деньги. Прошло следующее. Это был чемпионат мира ВДФПФ в Америке. И два члена сборной России попросили в то время политическое убежище в Америке. И это известие так напугало Самойлова, что он в этот же день купил обратный билет и улетел в Москву. Потому что он, насколько мне известно, по своей натуре довольно такой... Ну, скажем так, осторожный. Осторожный человек. Назовем это осторожный. И слабонервный. Вот. Ну и, видимо, на этом закончилось. На этом его и здесь закончилось. Почему оно закончилось? Потому что члены сборной России, которые остались без его руководства, там прямо в Америке созвали внеочередное заседание Федерации Пароли Финга Свободного от Допинга и переизбрали президента. То есть он лишился, и во второй раз он лишился этой должности. Ну, может быть, после этого какой был год? Это надо было 92-й. А, ну, может быть, после этого он заинтересовался в ВПЦ. И после этого он уже по натуренной дорожке зарегистрировал ВПЦ. Ну, он еще не зарегистрировал, но стал с ними общаться. Стал с ними общаться. Ну, просто я здесь сделал замечание, что, как вы понимаете, между ВПЦ и ВДФПФ есть какая-то разница. И то, что человек этой разницы не увидел и не ощутил, наверное, больше говорит о его личности, чем о сущности этих двух федераций. Спасибо, очень интересно. Будем продолжать.